Так, едем, значит, в этот спортивный центр университета. Это заправка с Татойл. Мам, какой ты раз. День влюбленных. Ой, кто-то подъехал на мотоцикле. Вон все обычно на великах подъезжают сюда. Можно одновременно на диванчике посмотреть телевизор. Можно попить кофе. Можно посидеть с друзьями, пообщаться. Видно, что 19 свободных мест на семейной йоге. Ледик свободный. Видно, на спиннинге, например, 38 свободных мест. Тут же висит специальная такая штука оборудования, которая, если спина сломана или какое-то повреждение, можно... Ну, носилки можно... Так, а вот там для деток что-то они приспособили. Ага. Пока детки прыгают, студенты там занимаются. Вон там, в окошках видно, тренажерный зал. То есть, вот этот вот зал, его поделили сегодня на две части. Вот сетку повесили. Его по воскресеньям дети здесь занимаются. А по другим дням в отдельной комнате игровой. Сейчас дома. Сейчас дома. Сейчас дома. Здесь у нас была семейная йога. Дети до восьми лет. Так, тут солярий, женская переодевалка, ящички. А это зал. Вот. Можно играть. Это не должно быть, видео говорить. Мы не слышим ничего. Вот отдыхаем, сидим. Студический спорт-центр, раздевалка, женская. Тут туалет. Ящички, которые нужно закрывать на свой замочек. Вот все, видимо, замочки свои оставляют. Вот такая красивая сантехника. Душевая. Душевая. Это сауна. Сауна. Хорошо, никого нет. Можно снять. Да, душевой никого нет. Фены, пожалуйста. Это зал, где имеется выход для разных групповых занятий, вот класс. Зона для отдыха. И тут же скалолазные все эти дела. Еще куча всего, что я не обошла. Так, это будут люди, которые забыли люди, студенты. Так, вот огромная карта всех зданий, которые есть в университетском этом городке. Так, все. Продолжение следует...